Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Напомню, что у нас сегодня в гостях киевский журналист Виталий Портников. Виталий, вот в контексте того, что вы говорили, в контексте потенциальной третьей волны пандемии в Украине. Есть ли другие голоса, не только тех, кто занимается профессиональной политикой, а голоса тех, кто профессионально занимается здравоохранением, вирусологов, врачей-инфекционистов? Слышны ли они, прислушиваются к их рекомендациям руководства? Или голоса этих людей отдельно, а действия Зеленского совершенно отдельно? Как с этим обстоит дело? Слово слышны, эти люди есть, они работают и в штабе по вакцинации, во многих других структурах. Они, безусловно, выполняют свою задачу. Я просто хотел бы вам сказать, что мы прекрасно понимаем, что без консолидации усилий государства и специалистов очень трудно достичь результата. Понимаете? Понятно. Хорошо. Давайте послушаем наших радиослушателей. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, Алексей. Добрый день, Виталий. У меня два вопроса. Первый – это то обстоятельство, что возник новый канал «Незалежный», к которому пришли все ведущие этих трех запрещенных каналов Медведчука и продолжают свою подрывную деятельность. Не является ли это тем, что, утверждали многие обозреватели, что это запрещение было не более, чем пиар Зеленского? И второй вопрос. Вот эти протесты возле офиса президента на Банковой, который, получается, теперь использован будет администрацией Зеленского как предлог отвлечения внимания общества от самых радикальных, нужных вопросов. Коррупция, война, ковид и так далее. Опять-таки, не является ли это… Да, вот заседание Кабинета Министров, потом заседание Верховной Рады, которое будет посвящено этому вопросу. Почему-то не вопросом самым злободневным, а именно этим протестом. Ну и после этого, конечно же, снова все действующие лица в администрации Зеленского будут продолжать репрессии против патриота Украины. Вот это мои два вопроса. Ну, я думаю, что вы вообще… Я, честно говоря, не очень знаю, где этот канал вещает, и ничего о нем не знаю. Мне кажется, что его в эфире нет. Так что не думаю, что это вообще надо свяжут, что это были там уже репрессии против Бедведчука. Никакого этого канала не существует. По крайней мере, может быть, он где-то там есть, но я ничего о нем не знаю. Что касается истории с протестами офиса президента, я тоже не думаю, что будет облечено общественное внимание. Это тоже все разговоры в пользу бедных, как говорится. Потому что есть реальная вещь. Есть люди, которые считают, что активисту Сергея Стерненко был вынесен несправедливый приговор. И это действительно так, потому что там, по сути, этот приговор основан на том, что Стерненко, который был активистом радикальной организации «Правый сектор», и он якобы похитил активиста другой радикальной, но пророссийской организации «Партия Родина», и он похитил его, как утверждается в решении суда, для того, чтобы украсть его 300 гривен. 300 гривен – это чуть больше 10 долларов. То есть это вообще просто политическая ангажированность этого приговора, очевидно, любому здравоохранящему человеку, как бы он не относился к личности Стерненко. Мы что-то не о личности говорим, а о правосудии. Вот. И эта ситуация – первый день, когда это все произошло. Этот приговор сказал, что если президент Зеленский не даст политическому оценку этому, что происходит, если власть не отмежуется от этого всего, ситуация будет радикализироваться. Вот она радикализируется. И она будет и дальше радикализироваться, я вас уверяю. Это для меня совершенно очевидно. Ни от чего внимания не будет отвлечено. Потому что общество не очень привлечено, я бы сказал, как мусор. Общество действительно есть свои проблемы. Невозможно их отвлечь разговорами о протестах под офисом президента, потому что для украинских граждан протесты под офисом или вообще под правительственными зданиями – это обычная жизнь. Понимаете, это же не Россия или Белоруссия, что это что-то из ряда вон выходящее. Так что нет, то, что власть таким образом реагирует на это, она только усугубляет свою ситуацию. И все эти разговоры о репрессиях против патриотов тоже очень смешны, потому что никаких массовых репрессий в украинских условиях развернуть невозможно. Есть несколько человек, которые находятся в заключении, и заключение только радикализирует настроение. И сейчас появился новый человек, которого, потому что он там бил эти окна или стекла в офисе президента, это будет привлекать к ответственности писатель, ветеран, циталистическая операция. Но это, опять-таки, не будет действовать на руку власти. Это будет тоже радикализировать настроение. Настолько это все понятно и очевидно, что даже скучно об этом разговаривать. Понимаете? Это все равно, как ребенку объяснять. Вот спичка, вот возьми, если ты подожжешь лист бумаги вот этот вот, и потом этим листом бумаги подожжешь, скатерть, начнется пожар. А ребенок говорит, а можно я не только скатерть подожгу, а еще и вот календарь на стене подожгу. Ну жги, ну жги, если тебе хочется. Вот это то, чем власть занимается. Я смотрю на это, я бы сказал, без особого любопытства, потому что мне настолько все это понятно, что даже скучно за этим следить. Будет пожар, да, если они не остановятся. Но они не очень понимают вообще, как это нужно действовать. Просто потому что они не политики, понимаете? Я точно, например, понимаю, что бы я делал на месте Зеленского в день приговора Стерненко. Но Зеленский этого не делает, потому что он и политика – это две вещи несовместные. Понимаете? Как он и управление страной. Вот есть Зеленский, есть политика, есть Зеленский, есть управление страной. Они никогда друг с другом не встретятся, понимаете? Это невозможно. Но кроме того, есть еще и украинские избиратели, которые никогда не встречаются ни с политикой, ни с управлением страной. Многие из этих людей сейчас, к сожалению, гибнут в инфекционных дворецах. Вот сейчас, пока мы разговариваем, многие из этих людей сейчас просто умирают. Умирают. Это тоже великая трагедия наша сегодняшняя. Это действительно, это абсолютно реальная трагедия. Что-то к этому можно добавить. Трагедия, которую переживает наша планета уже более года, и, конечно же, трагедия, которую переживает Украина. Да, это трагедия, безусловно. Здравствуйте, вы эфире. Украина в тяжелом положении. Вы говорите, что не то и не так делается, и это не так. Скажите, как вы бы поступили, исходя из тех ошибок, которые вы видите? Спасибо, я послушаю. В смысле, поступил в чем? Помните, в литературной газете был такой раздел, назывался он «Если бы директором был я». Да, вот, допустим, вот этой ситуацией со Стерненко. Как бы вы поступили, в отличие от того, как поступает сейчас администрация? Я, во-первых, бы не баллотировался на пост президента Украины. Начнем с этого. Как бы я на месте Зеленовского поступил. Если бы я точно понимал, что я в этом ничего не понимаю, что я никогда не руководил ничем, что я никогда не занимался политикой, я просто для начала бы не баллотировался на пост президента Украины. Потому что если я вижу, что человек с такого уровня багажом баллотируется на пост главы государства, это уже говорит о каком-то серьезном личностном расстройстве. Вот неадекватности в оценке себя и ситуации. Это первое, с чего бы я начал. Но если бы я, не дай Бог, оказался на этой должности собственным багажом, то я бы как поступил? Ну, во-первых, я вам расскажу, как бы я поступил. Я, во-первых, никогда бы не дружил бы с Игорем Коломойским и не был бы его бизнес-партнером. Я бы тоже этим бы не занимался. Мне было бы проще, чем Владимиру Зеленскому. И это вопрос, понимаете, просто самоуважения. У меня оно есть, у Зеленского оно, возможно, не в такой мере выражено. Но это, опять-таки, другая история. Если бы я был президентом страны, которая попала в ситуацию с пандемией, ну, первое, что я бы делал, это я бы заботился бы о внешней поддержке, изо всех сил, да? Поэтому я бы старался выполнить все требования своих кредиторов, не думая о своем рейтинге, о том, что меня не переизберут куда-нибудь. А думая о том, что надо спасти людей. И получил бы эти деньги Международного валютного фонда. Это первое, что бы я сделал. Второе, я бы не строил никакие дороги, тогда, когда эпидемия уже не сумасшедшая. А тратил бы деньги на медицинское оборудование, на постройку ревенных больниц, на закупку кислородных концентраторов. Я бы звонил бы руководителям компании, которые производят вакцины, и пытался забронировать дозы для своей страны. Я бы делом занимался, понимаете? В данном случае очень легко объяснить, что бы я делал, потому что это вообще все не требует особого ума. Вот действия в подобной ситуации не требуют особого ума. Когда мы восхищаемся тем, что он это сделал, то вот Байден там привил такое количество людей, мы слышим, а Нитаньяху там звонил руководителю Файзера. Это же не требует особого ума. Мы просто разучились вообще абсолютно профессионализм обычно. Это не гениальные политики, понимаете, которые такое делают. Это просто нормальные менеджеры абсолютно, да? И вы меня так спрашиваете, вот это все равно, что вы бы сказали. Вот есть машина, которую управляет человек без прав, который вообще не знает, как пользоваться рулем, где газ, где тормоз. Ничего об этом не знает. И он едет в этой машине, как-то вот путая все эти там рычаги, ставя ногу на педаль сцепления, тогда когда нужно ее убрать. А вы мне спросите, что бы я делал на его месте? Да я бы ехал бы просто, понимаете? Я бы ехал и управлял машиной правильно, так как учили в автошколе, условно говоря. Больше ничего делать не надо. Если ты умеешь управлять машиной, она едет. Если ты не умеешь управлять машиной, ты рано или поздно сваливаешься в кювет. Если ты управляешь, извините, автобусом, в котором сидят люди без прав, то эти люди, естественно, гибнут, получают увечья. Если эти люди избирают тебя водителем, знают, что у тебя нет прав, то сумасшедшие не ты, а сумасшедшие они. Мы имели дело с 73% людей в таком психическом состоянии на выборах 2019 года. И нужно эти вещи называть своими именами. Эти люди заказали себе катастрофу. И сейчас в этой катастрофе живут. И я всегда говорил, что это необходимо. И всегда говорил, что необходима прививка от популизма в украинском обществе. Но я когда это говорил в 2019 году, я никогда не думал, что слово прививка будет не образом, понимаете, не образом, а вот реальностью. Вот прививка от популизма для многих из этих людей это реальное отсутствие прививки от коронавируса. И я им этого не желал. Я не желал, чтобы они умирали в мучениях. Понимаете? Никакой им случай. Я желал, чтобы они пришли на следующие выборы и проголосовали там разумно. А многие из них не придут и не проголосуют за Зеленского, а просто потому, что мертвые не голосуют. И это тоже я понимаю. Поэтому я образами сейчас не разговариваю. Я говорю с вами конкретно. Ну что ж, Виталий, действительно, такой тяжелый урок, который сейчас получает украинское общество, наверное, он не будет забыт и смогут все-таки те, кто останутся, сделать правильные выводы, потому что, ну так, в общем-то, развивается биологически, революционно развивается все живое на этой планете, проходя через такие грозные уроки. А мы оказались свидетелями, а вы еще и участникам этого процесса. Хорошо. А мы можем продолжить. Мы можем продолжить нашу беседу. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте. У меня вопрос по Атинько. Получаете ли эту вакцину от колошейся эти Луганские республики и так далее? И Россия распространяет эту вакцину во многие страны мира? Украина. Почему она не берет? Она считает, по случаю, своим рут, чем брать у москалей или что? Или вакцина действительно плохая для украинцев? Во все страны... Мы не знаем, вакцина плохая или не плохая. Почему вы не берете ее в России? Парламент принял решение не регистрировать вакцину в спутник ВИД. Это политическое решение. Никто этого не скрывает. Ну, собственно, не мы одни отказываемся от этой вакцины, а Европейский Союз в целом не хочет эту вакцину брать. И так далее. Но для нас это вопрос политического характера. Мы не хотим, чтобы поставки вакцины российской в Украину становились политическим оружием. Понимаете? Это первое. Второе. У нас нет никаких отколовшихся республик. Есть территории, оккупированные Россией. Да, на этих территориях Россия распространяет вакцину спутник ВИД, насколько я знаю. Но тоже непонятно. Там тоже свои очереди, свои проблемы. Я просто не очень знаю, как идет процесс вакцинации на оккупированных территориях. Вот и все. Потом вообще вопрос, что нам не берет, берет нам, например, никто не предлагал. И пропагандой занимались только пророссийские политические силы. Я вам уже объяснил, что в ситуации, в которой находится украинское общество, как вы себе это представите, вообще украинская политика, которая скажет, вот нам, мы не будем брать вакцину, мы не берем вакцину от Соединенных Штатов, от Великобритании, да, Китая, Индии. Вот мы возьмем российскую вакцину. И вот тогда ему задут образ, а почему-то доставку других вакцин не обеспечил, что мы теперь должны российские прививаться с неизвестными последствиями, да, до конца. Это, поэтому еще раз повторяю, эта дискуссия завершена, потому что есть парламентское решение, которое принято подавляющим большинством голосов. И да, я вообще хотел бы, чтобы пока мы воюем с Россией, мы в принципе от нее бы ничего не брали. Вот Владимиру Зеленску ставят вину, что фактически после его прихода в власти опять начались поставки электроэнергии из России, которых не было во времена Петра Порошенко. Там были разные хитроумные законы проведены, которые позволили это делать. В пользу олигархов, которые являются, как вы знаете, подлинными хозяевами жизни Украины, в то время как господин Зеленский исполняет свои обязанности. Вот и... Виталий, есть еще один очень важный момент во всей этой истории с российской вакциной «Спутник Ви». Производство внутри России этой вакцины относительно невелико. Совсем другие масштабы, если сравнивать с производством Pfizer, AstraZeneca, Moderna и так далее. И сами российские граждане, они не выстраиваются в очереди на вакцинирование этой вакцины, которой для самих россиян не хватает, ее очень мало. И в этот момент, когда не хватает вакцины, ее производство очень велико для своих граждан, Россия предлагает другим странам. И поэтому, вполне, в принципе, по понятным причинам, многие говорят о том, что, ну а почему же вы не вакцинируете свое население, готовы предложить кому-то еще, но не вакцинируете своих граждан. Поэтому есть очень много политиков, которые относятся очень... Россия поставляет эту вакцину даже странам, которым она не нужна. Вот поставки в Россию, поставки, так сказать, российской вакцины в Сербию привели к тому, что Сербия стала передавать часть вакцин соседним странам, понимаете? То есть, да, вот история с российской вакциной предельно странная, потому что, опять-таки, объемы ее производства очень невелики по сравнению с теми объемами, которыми обеспечили крупнейшие фармацевтические компании. И при этом очереди на вакцинацию в российских клиниках, в российских больницах нет, вакцины мало, и готовы поставлять вакцины в любую страну мира. Это вообще какая-то загадочная история. Мы не знаем полной подоплеки того, что происходит, но пропагандистский момент во всей этой истории, на мой взгляд, абсолютно очевиден. Абсолютно очевиден. Ну, хорошо. У нас есть буквально пару, полтора минутки. Здравствуйте, вы эфире. Еще раз добрый день. Это снова Павел. Виталий, я хотел бы поблагодарить вас за вашу передачу, сказать огромное спасибо за ваш труд. Люди, которым неравнодушна Украина, ждут понедельника, чтобы услышать вас, чтобы задать вам вопросы в прямом эфире. И я уже слушаю вас здесь четверть века, и хочу сказать, что люди, которые интересуются жизнью Украины, очень ценят вашу передачу, и с нетерпением ждут каждый понедельник. Огромное спасибо вам, Эль. Большое спасибо. Спасибо и вам, Павел, потому что, знаете, работа, которая находится перед микрофоном, она, в принципе, отлична от работы актера, который стоит на подмозгах и видит зал. И действительно, реакция публики очень важна, такая обратная связь очень важна для любого человека, который выходит к микрофону. Виталий, огромное вам спасибо. Видите, вот... Я вам должен сказать в заключение как телеведущий, что теперь уже целый год мы тоже не видим никакого зала, понимаете, к которому мы привыкли. Так что, мы теперь все в одной лодке. Виталий, вдвойне важно, вдвойне важно, то, что вы делаете. И речь идет не только, даже не столько об Украине, речь идет, на мой взгляд, о чем-то намного большем, о профессиональном, трезвом и правдивом взгляде на то, что происходит в мире. Это, на мой взгляд, большая ценность. И вы готовы делиться с нами, и вы, мы, очень-очень благодарны. Берегите себя, будьте здоровы. Большое спасибо и хорошего дня. Дорогие друзья, благодарен всем тем, кто провел этот час вместе с нами. Оставайтесь в нашем эфире. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова